Привет всем высшим! И да, у нас очередная игра про выживание в атомной пустоши, на этот раз Atomic Society. И в целом игра мне понравилась. Здесь куда больше выделяется внимания, ну, каждому отдельному жителю. Кто-то может быть каннибалом, кто-то вегетарианцем, а кто-то вообще каким-то серийным маньяком-убийцей. И в целом только мы определяем, каким именно будет выглядеть наше общество, наш город, наша деревня, в общем, наша цивилизация. И только от нас зависит, какие законы мы будем принимать и соблюдать в своем лагере, в своей цивилизации, в своем поселении. Будем ли мы наказывать за проституцию, наркоманию, либо же за случай каннибализма в своем лагере. Будем ли мы вешать бедных вегетарианцев, либо, наоборот, будем их как-то восхвалять. В общем, все это зависит только от нас. И подобными возможностями эта игра, конечно, неплохо так радует. Что ж, и вот наш персонаж. Это Валик Стоун, которому 30 лет. Имя и фамилию я, пожалуй, иметь не буду. А вот вероисповедание можно было бы посмотреть. Причем тут довольно много вариантов, про некоторые, если честно, я даже и не слышал. Но давай, наверное, мы выберем то, что нам знакомо. Это, пожалуй, будет либо атеист, либо более гибкая позиция, как по мне. Агностик. Агностик, если ты не знал, это тот, кто сомневается в своей позиции и не отрицает наличие какого-либо божества или силы, которая бы нами управляла. Так что, да, по крайней мере, нам не должны отрезать голову, что, как по мне, уже неплохо. Так, у нас тут есть возможность поменять также свою внешность. Точнее, внешность нашего лидера, лидера поселения. Так, тут у нас цвет волос. Прическа. Причем как у мужчины, так и у женщины всего два варианта. Ну и одежда у нас одинаковая. Что ж, ну, пожалуй, я выберу вот такую вот прическу с такой вот милой бородой и верхнюю одежду выберу... Так, а что у нас тут есть? Ну, знаешь, пожалуй, выберу вот такую вот клетчатую рубаху. Она вроде бы вполне себе симпатичная. Или это у нас свитер? На самом деле непонятно. Ну, цвет кожи, пожалуй, вот такую вот выберу. И, конечно же, ноги. Ноги у нас будут, наверное, вот такие вот. Вполне себе симпатичные штаны с такими милыми ботинками. Хотя ботинки вроде бы тут не меняются. Но, в любом случае, давай начнем с таким вот персонажем игру. И сложность у нас, пожалуй, будет средняя. Так, выбери свой континент. Ну, у нас тут есть пустыня, а есть лес, а есть и зимний континент. Ну, знаешь, я бы выбрал, наверное, лес. Хотя тут есть также каньоны, дюны, какая-то пустошь, айсберг. Я, конечно, попробовал бы начать игру на зимнем континенте, но, боюсь, там будет очень и очень тяжело. Ну, знаешь ли, зима как-никак. Поэтому давай выберем лес. Лес, как по мне, вполне себе неплох. Так, готовы ли включить рейдеров? Ну, тут, по сути, говорят, что ничего визуально не поменяется. Будут какие-то события в текстовом варианте, и нам нужно будет выбрать один из вариантов. И так или иначе, от нашего решения будут уничтожаться какие-то наши постройки. Давай, наверное, мы это отключим для начала. И посмотрим на саму игру. Что ж, а вот и наши поселенцы. Кстати, появились, судя по всему, мы на какой-то горе. Ну, место, как по мне, очень даже комфортное. И, кстати, тут, смотри, у нас есть церковь. Здесь какое-то судно, металлический контейнер. И какую-то часть этих построек мы можем даже перевести в жилые помещения, что довольно круто. И да, мы можем вот таким вот образом навестись на нашего лидера и управлять им уже через скалатуру от третьего лица. Что, как по мне, очень даже прикольно. Ладно, давай, наверное, начнем отстраиваться. Церковь я, наверное, сделаю, пожалуй, жилым домом. А вот металлический вот этот вот контейнер можно было бы перевести, пожалуй, в склад. Мне кажется, это было бы вполне себе неплохим решением. Давай, может, так тогда и поступим. Так, и, судя по всему, у нас лидер отправился выполнять строительные работы. Да, я прав. Где он у нас? Так, судя по всему, вот он бежит. Давай, может, ускорим игру. И посмотрим, как это вообще у нас выглядит все. Так, вот он побежал. Собственно говоря, лидер у нас выполняет всю черную работу. То есть он по большей части добывает ресурсы, он занимается строительством. В общем, все, что только можно, он делает. И да, это весьма странно, но я пока не понял, как это изменить. Может быть, в дальнейшем у нас это исправится. Но сейчас мы будем добывать ресурсы из вот такого вот судна. Хотя, знаешь, странно, что мы можем сделать склад или жилое помещение из этого металлического контейнера, но из судна мы не можем. Я бы, если честно, может быть, даже предпочел жить вот в этом металлическом судне, чем в этом контейнере. Хотя, надо попробовать. Некрамонда у нас будет наше поселение называться, так как, судя по всему, у нас будут большие проблемы с законом. Так, мы направили свою лидеру добывать ресурсы. И, конечно же, сейчас, пока у нас нет рюкзака, у него будет очень быстро набиваться инвентарь. Так что нам придется постоянно бегать на склад и относить все вещи, которые мы нашли обратно. Давай, может, тогда этим мы и займемся, а потом уже начнем что-то строить. Сейчас пока подкупим ресурсов, и там уже в дальнейшем будем рассматривать наших жителей более пристально. То есть, смотри, у нас какое-то... А, это еда, получается! Металл, небольшое количество древесины. Хотя странно, что мы можем добывать ресурсы из вот этих вот всяких машин, контейнеров, судов, но при этом дерево рубить они пока что у нас не умеют, судя по всему. Так что, да, пускай, наверное, они продолжат все это дело. Пожалуй, последний раз мы сделаем свой заход. И затем сделаем свой первый дом. Ну, я, наверное, сделаю его из вот этой вот церкви, потому что она довольно рядом. Плюс можно было бы сделать нам здесь какой-нибудь... Я даже не знаю, наверное... Наверное, колодец у нас будет первой постройкой. Мне кажется, это вполне себе логично. Так, конвертировать... Конвертировать под домик. Так, отлично. Давай, помоги тогда им с этой постройкой. Так, он бежит. Да, вот он бегает. В общем-то, выделить нашего лидера из всего вот этого количества людей довольно просто. Лидер у нас чаще всего бегает, куда-то носится, а они спокойно разгуливают, ходят. Так. А этот уже успел умереть. Диарея. Так, не очень-то круто, знаешь ли. То есть мы только начали игру, а у нас уже есть погибшая. Что у нее еще есть? То есть у нее нет работы. Давай, может быть, попробуем дать им какую-то работу. Так, вот у нас тут есть новости, цели и также нужды. Сейчас. Меню исследований мы пока что открыть не можем. Что для этого требуется? Требуются центры исследований. Так. Также нам требуется таунхолл для управления нашими жителями, судя по всему. Так что давай наша первая постройка все-таки будет, наверное, таунхолл. Сейчас у нас тогда построится эта церковь. 80, 90. Так. Ну, в общем-то, мы и построили. Сейчас мы тогда попробуем таунхолл. Но нам, к сожалению, не хватает кирпичей. Так что придется нам отправиться дальше. Давайте ресурсы из... Подожди, а мы могли, интересно, добывать из церкви эти ресурсы? Ну, тогда бы мы, наверное, разобрали все-таки эту постройку. Так. Мы, кстати, можем также управлять временем. Ну, может быть, пока у нас тут ранний... Ранний доступ, у нас есть такая возможность. Но, слушай, давай, может быть, ей тогда и воспользуемся. У нас будет вечный день. В общем-то, мы поняли, что тут есть смена дня и ночи. Но пока, я думаю, у меня устроит светлая картинка. Тут, в принципе, понятно, что перед нами есть, и не надо как-то искать, что где находится. Сейчас у нас отправился тогда лидер на поиски ресурсов. А мы, пожалуй, все это дело ускорим. Так. То есть, мы еще нашли какое-то количество еды. Инвентарь полный. Попробую тогда все это дело отнести. Так. И с трупом, я так понимаю, мы ничего сделать пока не можем. Нет. Нет. У нас нет ни кладбища, ничего. Так что, нам нужно, нам нужно что-то делать. Так. Опять полный инвентарь. Беги тогда относить. А, смотри. То есть, сейчас у нас склад забит. Ёлы-палы. Так. Гарнизон. А, еще один склад. Слушай, ну можно, конечно, было бы сделать вот тут у нас склад. Либо сделать новую постройку. Сейчас, где она у нас тут? Таунхол. Так, склад, 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 склад. Где он тут? Так. Смотри-ка. Вот он. Ну, тут, конечно, требуется кирпич. Но давай попробуем сделать из вот этой постройки склад. Так. Сторхаус. Отлично. Конечно, он будет находиться довольно далеко. Но, что поделать. Либо так, либо страдать, видимо. Сейчас туда, конечно, побежит наш лидер. Вот он. Бедный. Бежит. Ну, сейчас мы тогда быстренько отремонтируем вот эту вот постройку. И у нас там будет еще один склад, с которым мы можем взаимодействовать. А там сверху у нас, судя по всему, есть вот такой вот фонарь, который мы могли бы разобрать. Либо... Слушай, я больше ничего не вижу. Так. Ну, конечно, будет очень плохо, если мы больше нигде не сможем добывать ресурсы свои. 98, 99, 100. Вот тогда отнеси сюда ресурсы. Так. И попробуй добыть их уже вот из этого фонаря. Посмотрим, что он там добудет. Ну, судя по всему, один металл, я так понимаю. Либо какая-то электроника. А, собственно, смотри, кирпичи. Так, отлично. Ну и, собственно говоря, мы можем все это отнести теперь. Вот он бежит относить. А мы тем временем можем начать что-то строить. То есть это у нас будет, наверное, я так понимаю, таунхолл. А, но он пока не отнес ресурсы, поэтому... Давай сейчас он отнесет. И мы попробуем что-то построить. Так. Отлично. И теперь мы можем... Где-нибудь, где-нибудь вот тут его сделать. Либо, смотри. Можно было бы даже и вот тут как-то отстроиться. Но, судя по всему, даже не знаю, хорошее ли это решение. С одной стороны, это наш дом. С другой... Как-то далеко, что ли. Здесь нельзя. Так, а тут... Тут у нас получается вход. А вот тут можно. Давай тогда мы попробуем вот здесь делать таунхолл. И, как видишь, у нас, когда выбирается какая-то постройка, он автоматически поднимает или опускает рельеф. Вот это вот, если честно, мне не нравится, что у нас рельеф начинает как-то искажаться. То есть, может быть, я выбрал вот это вот место чисто из-за того, что мне понравилось. Понравилась она такой довольно ровной площадкой. А в итоге эта местность каким-то образом искажается. Что, мне кажется, не очень-то и хорошо. Ну, ладно. Сейчас они пока начали все это дело строить. Мы отправили туда нашего лидера. И, судя по всему, вот он у нас бежит. Ну, и, конечно, какие-то жители пытаются тоже помочь с постройкой нашей. Так что стоит отдать им должное, что они хоть что-то начали делать. 55, 58. Ну, сейчас мы тогда быстро построим. Посмотрим, что мы сможем. Какие законы принять или что-то в этом духе. Так, 98, 99, 100. Так. Новый закон. Убийство. О, боже. То есть, что мы делаем с убийцами? Либо мы их вешаем. Либо мы их сажаем в тюрьму. Либо мы с этим солидарны как-то. Ну, наверное, стоит это как-то наказывать. У меня пока что не так много жителей, поэтому, наверное, стоит их... Панишмент-центр. Панишмент-центр. Ну, давай, наверное, их как-то наказывать за это дело. То есть, их будут избивать вот этой плеткой. А, но мы не можем принять этот закон, потому что у нас пока нету ни тюрьмы, ни какой-либо другой постройки. Так что нам нужно что-то делать. Проституция. С этим пока мы не можем ничего сделать. Так. Это тоже мы как-то будем в дальнейшем менять. Аборты, каннибализм, гомосексуальность, так, патриотизм. То есть, по сути, мы выбираем, как наказать наших жителей. И также тут везде сообщают какие-то позитивные и отрицательные эффекты. Так, ну, что ж. Смотри. Тут можно также что-то сделать с вероисповеданием. А, точнее, смотри, нам показывают процент жителей, которые верят во что-то. Протестанты, буддисты. Вот это вот я не знаю кто. И эти тоже. Без понятия. Так. Ну, что ж. Также нам сообщают о каких-то проблемах. И мы можем назначить на какие-то работы наших жителей. Так. Отлично. Что ж. Давай, может, тогда что-то построим интересное. Например, Waterwell. Waterwell это у нас, получается, колодец. В принципе, можно было бы его где-нибудь поблизости сделать. Где-то. Может быть, даже и тут. Вроде бы стоит он очень даже неплохо. Давай, может, его тогда тут и сделаем. Возможно, его стоило бы делать поближе к воде. Но, может быть, и тут у нас есть какой-то запас воды. Тут же ничего не показывают. Нет, нет, ничего. Так. Что у нас тут еще есть? Какой-то коллектор. А, точно. Нам надо, наверное, сделать свой первый туалет. Вот он. То есть, это у нас будет туалет. И он, наверное, будет подальше, чем остальные постройки. Так, пожалуй, он, наверное, будет где-то, где-то, где-то здесь. Так, вот тут, на отшибе. Чтобы его нигде никто не нашел. Отлично. А мы, тем временем, отправим туда нашего лидера. Пускай он поможет с постройкой нашего первого туалета. Ну и, конечно же, нам тогда нужны какие-то ресурсы. Ну, я не знаю. Какой-то, может быть, гринхаус. Я так понимаю, что он вообще делает. Фрукты. Либо можно было бы вот тут сделать пастбище. Что, в принципе, тоже весьма и весьма неплохо, как по мне. Так. Либо ферма. Погоди-ка. То есть, гринхаус. Вот он. То есть, теплица. Конечно же, теплица. Давай попробуем сделать теплицу для начала. Она у нас, наверное, будет где-то здесь. Так. Пока что у нас строится туалет. Давай, может, ускорим все это дело. 50. 60. Так. 90. Отлично. Ну, смотри, у нас уже есть ферма. Погоди-ка. А, ну, то есть, туда сейчас наймутся какие-то люди. Погоди-ка. А, то есть, туда наймутся рабочие. С большей вероятностью, наверное. Или как? Я, если честно, не понимаю. Ну, давай проверим. Может быть, вот тут мы галочку уберем. И посмотрим, как это все дело у нас будет работать. Вот сюда, наверное. Вот. Тут пока что они строят все. А мы тем временем могли бы сделать, что мы можем сделать. У нас уже есть теплица. У нас есть туалет. В принципе, можно было бы сделать крематорий, чтобы там сжигались наши мертвецы. Либо сделать себе вот такой вот тент первой помощи. Что, в принципе, мне кажется, весьма и весьма неплохо было бы для начала. Потому что у нас уже есть больные. А это, как по мнению, очень-то и хорошо. Давай, может быть, у нас постройка будет вот так вот стоять. Чтобы тут у нас получился такой вот полукруг. Так. Ну и, конечно же, можно было бы отправить нашего лидера, добывать ресурсы. Давай все это дело ускорим. Собственно говоря, видишь, они тут пока что ремонтируют, все строят. Вроде бы и сами справляются. Так что, сейчас посмотрим, что мы там добудем для них. Так. Погоди. То есть ты хочешь сказать, что там больше ничего нету? Да, больше ничего нету. То есть мы все, что можно, уже добыли. Ну вот, сейчас пока у нас строится новая постройка. А мы тем временем могли бы сделать, не знаю, таверну, может быть. Чтобы у нас там расслаблялись наши жители. Постой, 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 постой. Так, а что у нас тут еще есть? Какие-то декоративные сооружения. Вот такой вот дерево из шин. О боже. Нет, 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 нет. Ребят, вам это не нужно. Вам это не нужно. Так, отлично. Ну, давай, может быть, мы тогда попробуем. О, нашел, нашел рюкзак, который увеличивает вместимость ресурсов для нашего лидера. Конечно, у него все равно забивается сумка довольно быстро. Но мы сейчас тогда отправим его на склад. Пускай он все это дело отнесет. И мы тем временем попробуем что-то построить. Наверное, это у нас будет... Так. Наверное, это у нас будет панишмент-центр. А, не хватает ресурсов, конечно же. А, может тогда крематорий нам сделать? Нет, на него тоже не хватает. Ладно, давай тогда мы попробуем сделать, может быть, что-то... Что-то типа исследовательского центра. Так, где он у нас тут? М-м-м... Так. Тут не написано, конечно, что дает эта постройка. Но ладно. А, ну вот, собственно говоря, мы должны были нажать, видимо, чтобы они автоматически у нас как-то нанимались, рабочие. А мы, в общем-то, немножко в этом плане сглупили, скажем честно. Так, автоматически нанимаются у нас теперь рабочие. Ну и, собственно говоря, да, у нас теперь забиты жителями вот эти вот постройки. Так что теперь мы можем, 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 что мы можем. Ну, вообще, нам не хватает... Постой. Давай отправим лидера дальше добывать ресурсы. А тем временем нам нужно найти... Вот он. Исследовательский центр. Ну, там требуется 16 этих вот кирпичей. Так что, да, нам не хватает пока что. Так. Смотри-ка. Вообще, было бы неплохо, конечно, их направить добывать какие-то ресурсы. То есть... Сейчас, что у нас тут есть? А, работы. Работы. В принципе, я не могу их куда-то назначить сейчас. Видимо, им нужна какая-то лавка, которая позволит им заниматься каким-то собирательством. Так. Что это у нас такое? Провайт... Угу. То есть маленький домик. Можно было бы нам построить. Где у тебя вход? А, ну, собственно говоря, вот тут. Сбоку. Слушай, ну, давай его сделаем тогда где-нибудь вот тут. Рядом с колодцем. Требуется не так много ресурсов, поэтому... Мы его сделаем где-то, где-то, где-то... А, смотри! То есть поднимая и опуская мышь, мы можем так же менять рельеф. Так, ну, это, конечно, дико неудобно, но... Хорошо, будем знать. Так. Сейчас мы тогда опять... Пошлем нашего лидера относить ресурсы. Хотя у него, вроде бы, их не так много. Но все же. И немного ускорим. Нам, конечно, следовало бы сделать какую-нибудь тюрьму. Или центр наказаний. Но, судя по всему... Погоди-ка, хватает? Действительно хватает? Так, ну, давай тогда мы попробуем... Сделать эту постройку где-нибудь, где-нибудь... Ах ты! Где-нибудь, наверное, вот тут. Сейчас мы только опустим ее немного. Так, ну, это, видимо, максимальная высота, на которую я могу опускать. Так. Эх ты ж, черт, неудобно все же. Все это делается. Так. Ну, то есть он сам ее поднимает. Пускай где-нибудь тут, наверное, у нас находится все это дело. Так. Опусти чуть-чуть. Опусти. Вот так вот. Вроде бы неплохо. Хотя, опять же, довольно странно, что какие-то постройки у нас выше, какие-то ниже. Но все же. Так. А мы тем временем добыли ресурсы. И теперь можем отправить нашего лидера опять их добывать. Так. А что мы можем сделать со своим колодцем? Подожди-ка. Постой, постой, постой. То есть ты хочешь сказать, что у нас лидер все это только может делать? Улучшать как-то здание? Да, но это, конечно, неудобно. То есть я хотел им добыть вот ресурсы с этого фонаря. Но нам сейчас, можно сказать, не дают это сделать. Четыре. Так. Вот тут еще какие-то жители идут странные. Не знаю, это мои или нет. Но все же. Мы нашли большой рюкзак. Так. А это очень даже неплохо. Смотри, у нас сейчас 16 кирпичей. Так что нам, может быть, даже хватит на исследовательский центр. Кто знает. Сейчас он только отнесет вот эти ресурсы. И мы тогда попробуем его построить. А там посмотрим на ветку развития, которая есть в этой игре. Так. Отлично. Давай тогда мы попробуем улучшить колодец. И да, у нас тут начинают копиться трупы. Прямо рядом с церковью. Что ж, давай попробуем поставить крематорий. Потому что иначе, я боюсь, у нас будут дела обстоять очень и очень плохо. Если мы не сделаем это. Так. Крематорий, наверное, стоит сделать где-то здесь. Так. Давай тогда наймем туда людей. И попробуем принять первые законы. В общем-то, мы будем наказывать за убийство. Так. За слейвери. Подожди. А, то есть через 9 минут мы можем принять только новый закон. Ну, хорошо. Сейчас мы тогда доделаем крематорий. И затем наймем туда рабочих. Чтобы они уже от насилия наши трупы. Так. А что у нас тут есть? Возможность сделать какой-нибудь... Я даже и не знаю. Basic Shark. А, либо... Вот такой вот дом. А чем они отличаются? Давай посмотрим. Так. То есть этот вмещает 15 человек. Этот вмещает 15 человек. Фуууууу... Знаешь, я не понимаю, чем они отличаются. Ну, вот это вот стоит больше ресурсов. Но при этом... Он как-то посолиднее, что ли, будет. Поэтому давай, может быть, его попробуем сделать. То есть... Повернем, конечно же, мы его... лицевой стороной к нашему колодцу. Пускай он, наверное, стоит где-нибудь. Пожалуй, где-нибудь где-нибудь тут. Вот, вот так. Отлично. Ну и, конечно же, наверное, еще один домик, но это у нас уже будет простой вот такой вот дом. Пожалуй, вот так вот он у нас будет располагаться. Я могу тебя повернуть? Нет. К сожалению, у нас тут труп валяется. Может быть, он мешает нашей постройке. Так, погоди-ка на секунду. На секунду буквально у нас была возможность его построить. Так. Вот так вот. Отлично. Ну вот, смотри, у нас теперь много домов. Есть теплицы, есть колодец. Один. Возможно, стоит поставить еще один. Давай, может быть, его попробуем повернуть. И вот тут тогда вот сюда поставить. Так. А где наш лидер? Upgrade available. Ну, давай отправим туда своего лидера. А, то есть, ты его можешь чинить. Слушай, ну, неплохо. То есть, мы можем посылать нашего лидера, чинить какие-то определенные постройки. И в случае чего, я так понимаю... Господи, сколько же трупов. А, да, нехорошо, конечно, это все. А, так вот. А, так вот. Собственно говоря, я просто не видел, где именно у нас есть возможность улучшить эту постройку. Ну, тут требуется батарея. Постой. Так, через шесть минут мы можем принять новый закон. Но тем временем у нас довольно много погибших. Так что, давай, может быть, мы сделаем новую постройку. И это у нас будет ранчо. Ранчо, пожалуй, у нас будет располагаться где-то подальше, наверное. Но при этом не так далеко. Так. Погоди, погоди, погоди. Вот о чем я и говорил. То есть, меняется у нас рельеф, но при этом все это выглядит довольно странно. То есть, зачем вот такой вот склон делать? Ну, буквально как стена какая-то теперь все это выглядит. Ну, ладно. Такая стена из грязи. Что у нас там? Ёлки-палки! Сколько трупов! Ты посмотри на это! У них прям чума какая-то тут началась. Наверное, стоило делать постройки подальше, чтобы она не распространялась так легко. Но, да, это весьма и весьма странно. Что у нас вообще на базе происходит? С другой стороны, у нас довольно много жителей, стоит сказать. Так, сейчас мы тут построим ранчо. Сейчас, погоди-ка. То есть, сюда мы назначим людей и, конечно же, на колодец тоже, чтобы они собирали водичку. Так, и, может быть, мы даже сможем построить еще один, где у нас тут гринхаус. Так, гринхаус у нас, наверное, будет стоять где-то здесь. То есть, это еще одна наша теплица будет. Располагаться где-то, наверное, ты будешь у нас вот здесь. Да, получается уже такой небольшой городок. Такая деревушка, я бы сказал. Да, конечно, много трупов, но с другой стороны, куда же без них. Так, давай, может быть, мы отправим добывать вот из этой машины ресурсы. Хотя, да, склад у нас довольно далеко находится. Ну, что поделать. Сейчас он там бежит, конечно. Эх ты. А потом тебе обратно бежать. Ладно. Вот у нас уже есть батарея. Так, оружие. Немного ресурсов. Слушай, а очень даже неплохо. Относи тогда все эти ресурсы. А мы тогда... То есть, он с правой стороны оббегает. Может, тогда у нас вот тут склад не забит. Мы же все-таки и строили много всего. Так. И сюда стоит назначить рабочих. Слушай, мне такое ощущение, что у нас крематорий не справляется. Либо там нужно какое-то улучшение. Ну, вообще, довольно странно будет улучшать свои первые постройки крематорий. Там, не знаю, ни ферму, ни теплицу, а именно крематорий. Потому что у нас дофига трупов. Ах, ну, что поделать. Подожди. Аааа. First air tent. Так, и рабочие у нас там тоже есть. Но при этом они не справляются... Не справляются с лечением. Вообще, можно было бы тогда сделать еще один тент первой помощи. Либо... Сейчас, где у нас тут? Исследовательский центр. Вот он. Может, он нам как-то поможет, кто знает. Давай тогда его сделаем где-нибудь все вот в этой стороне. Вроде бы неплохо так стоит. Сейчас, погоди-ка, повернем его. Ну вот. И тогда посмотрим, что там вообще есть такое. Хотя, знаешь, вообще стоило бы добывать дальше ресурсы. Потому что ресурсов у нас как раз-таки не так много. И нам нужно постоянно их добывать. Подожди-ка. Только что у нас уничтожилась какая-то постройка. Вот это вот, что ли? Давай сначала добудем ресурсы, а потом уже все остальное у нас будет. То есть вот, можно из этого фонаря даже добыть их. Сейчас мы тогда ускорим. Вот он пока там добывает все. Так, 5, 6, 8, 10. Ну, неплохо тогда были. Слушай, а тут нет какого-то центра, который занимается починкой. Так, иди тогда ремонтировать. Вот, репайр-шаг. То есть вот эта вот постройка автоматически ремонтирует все постройки, которые находятся у нас в зоне видимости. Где-нибудь, где-нибудь. Вот тут, если бы тебя можно было поставить, я бы тебя поставил. Сейчас мы как-нибудь ее настроим, чтобы она у нас была поблизости. Вот, вот, вот на секунду появилась. Отлично. Так, подожди ты. Вот так вот. Очаровательно. Сейчас тогда он поможет с постройкой, и мы попробуем... Где у нас тут лидер? А, вот он ремонтирует. Что ж, очень даже неплохо. Пока что у нас, да, продолжает расти наше поселение. Продолжает расти количество трупов. Ну, куда же без этого. Но все же сейчас, я думаю, мы как-то попробуем это исправить. Наверное, стоит сделать еще один... А, елки-палки, уничтожился домик. Что ж ты будешь делать? Ну, ладно. Так, постой, постой, постой. А помоги с этой постройкой. Так, 7%. Интересно, сколько у нас жителей. Что-то мне подсказывает, что их уже не так много, но все же. Вроде бы они продолжают приходить. Так что, может, у нас и не так все плохо, кто знает. Так. Вот, мы почти построили вот этот вот центр. И сейчас можем назначить туда своих рабочих. Погоди-ка. Так, автоматически найми людей. И давай тогда добудем отсюда... Ах ты, елки-палки, не могу. У лидера просто полный инвентарий, поэтому... А, мы сейчас ничего не можем сделать. Так, ладно. Пускай он тогда отнесет ресурсы и добудет вот из этой вот кучи. Так. Ты нашел специальное средство. Помогает ремонтировать всякие постройки. Слушай, а очень даже неплохо. Давай тогда мы построим еще один дом. Где он у нас тут? Вот. Он будет у нас вот тут находиться. Хотя, знаешь, вообще у нас не так много вот других ресурсов. Так что сделаем, пожалуй, вот такую вот постройку. Из говна и палок, как говорится. Но, с другой стороны, что поделать? Как-никак, тяжелые времена. Поэтому приходится жить где попало. Так. Помоги тогда им со строительством. А тем временем... Хотя я бы скорее построил вот этот вот исследовательский центр. Ну, сейчас у нас, я думаю, лидер справится быстро довольно с постройкой. И затем мы назначим его вот на другую постройку. Так что, да. Все у нас пока что под контролем. Погоди-ка. Новый закон. Проституция. Пока мы трогать ее не будем. Так. Эвтаназия. Пускай эвтаназия у нас будет лечиться вот таким вот образом. Отлично. То есть, теперь людей, с которыми мы никак не сможем... Которым мы никак не можем помочь, мы их будем просто вешать. Что ж, ну, тоже себе решение. Как-никак. Все-таки ресурсов у нас не так много. Поэтому приходится выживать как только можем. Так. Наверное, мы построим где-то вот здесь. Жилой дом. Погоди-ка. Где-то, наверное, вот здесь он у нас будет. Рядом с фермой. То есть, люди там будут постоянно нюхать навоз и все в этом духе. Так что, тут рядом не так далеко туалет. Так. Погоди-ка. Фу. Что мы можем изучить? Химик. Либо... Так. Элдерс энд. То есть, мы можем сделать дом для пожилых людей. Либо... Огромный... Огромный склад. Госпиталь. Ну, вообще, в принципе, госпиталь, учитывая мое положение, это не так уж и плохо, знаешь ли. Так. Либо можно было бы ветряки построить. Ну, пока что, я думаю... Ну, пока что, я думаю... Так, смотри-ка. То есть, можно было бы вот это вот здание построить, которое, в принципе, препятствовало бы... Ну, в общем, это обычный суд. Который оспаривает решения... Там, каких-то жителей. Которые там обвиняют других в каких-то либо преступлениях. Так. Ну, да. Давай, наверное, изучим госпиталь. А, он у нас заблокирован. Ну, тогда я не знаю, что мне делать. Погоди. Может быть, нам назначить... Стоит сначала людей туда? А потом уже все остальное у нас будет. Так, смотри-ка. Да. Госпиталь. Собственно говоря, вот он у нас теперь изучается. Так. И тем временем... Что у нас тут есть? Домик. Домик у нас... Здесь же живут люди, да? Подожди, а может быть, все дело в том, что мы остановили время? Давай посмотрим. Может быть, сейчас они побегут как раз-таки отдыхать? Просто, да, у нас был постоянный день. Может быть, это как раз-таки их подбивало. Я не знаю. Но если так, то это очень даже круто. Ну, в том плане, что тут есть такие механики. А не то, что у нас умирают жители. Ну, вроде бы, они сейчас уходят поспать, что очень даже неплохо. Хотя нам показывают, что 0% сейчас отдыхает. Так, наверное, стоит еще поставить какое-то количество туалетов. Погоди-ка. Где они вот тут? Да, у нас тут просто было еще недостаточное количество туалетов. Поэтому давай, может быть, сделаем их побольше. Вот здесь где-то. И, наверное, где-то, где-то у нас они будут вот здесь. Так, ты нашел какую-то книгу. Ух ты. То есть, с большим количеством вероятности мы находим какие-то навыки, обыскивая руины или что. Ну, вроде бы, так звучит это умение. То есть, описание предмета. Так, и еще один туалет, который у нас будет находиться где-то вот здесь. Так, и у нас, судя по всему, умер еще один житель. Аж целых три. Пока мы смотрели, там еще один умер. Да, они очень хорошо. Ну, ладно, что ж тут. Давай тогда нас отнесет лидер ресурса свои. Вот он, собственно говоря, бежит с наполненным рюкзаком. И, конечно же, что у нас тут? Изучается пока технология? Да, 56 дней у нас будет изучаться госпиталь. Что ж. Ладно, ладно. Можно было бы, конечно, назначить сюда нашего лидера, чтобы он помог со строительством туалета. Ну, пока вроде бы они справляются. Можно было бы, кстати, обустроиться где-нибудь... Ох, я даже и не знаю. Где-нибудь вот тут. Сейчас, что у нас тут есть? Гвард Таур. Угу. То есть это у нас получается как сторожевой пост. Что у нас тут есть еще? Какое-то здание, которое позволяет как-то общаться нашим жителям. Сейчас, может быть, нам сделать какой-нибудь... Не знаю, что тут. Таверна? Да, слушай, таверна. Это не так уж и плохо. Давай попробуем ее тогда сделать. Где-нибудь в этой стороне. Так. Погоди-ка. Ну, вот где-то тут она у нас будет стоять. Если, конечно, она поставится. Вообще должна. Ну, вот. Ну, и тем временем можно было бы помочь с какими-то постройками. Так, давай, наверное, вот тут он сперва поможет. Конечно же, ускорим. Ну, слушай. Вроде бы у нас дела обстоят очень даже неплохо. Вегетарианцы. То есть, можно еще назначить законы на... Вегетарианство. Что у нас они будут как-то наказываться. Либо, наоборот, как-то мы будем их восхвалять. Вот. Ну, ладно. Пока у нас нельзя принять новый закон, так как три минуты отката идет. Ну, и давай, может быть, мы построим таверну. Чтобы нас там отдыхали люди. Немного ускорим. Да, крематорий не успевает работать. Количество трупов зашкваливает. Если честно, я уже опустил руки. Не знаю, как с этим бороться. Ну, может быть, таверна как-то поможет им. Мне кажется, нет. Но, ладно. В любом случае, давай, может быть, мы тогда попробуем улучшить все-таки крематорий. И посмотрим, что теперь он сможет тогда делать. Так. Отлично. Больше рабочих. То есть теперь у нас больше рук. Соответственно, они больше трупов смогут убирать. Я надеюсь. Так. Да, собственно говоря, видишь, они подходят к трупу и сразу же его забирают. Будем надеяться, что теперь мы будем справляться лучше. С нашей чумой. Хотя, вот буквально только что там кто-то помер. Ёлки-палки. Ребята, вы меня расстраиваете. Давайте что-то с этим делайте. Это всё очень и очень нехорошо. Так. Давай тогда мы сделаем... Здесь, пожалуй, у нас будет... Repair Stock. Где-нибудь, где-нибудь, наверное, даже вот тут он будет. Так. А здесь у нас будут наши домики стоять. Так. Пожалуй, где-то сбоку сделаю. Вот этот вот. И, пожалуй, вот такой вот ещё один. Отлично. Где-нибудь, где-нибудь, вот тут мы его поставим. Ну и, конечно же, наверное, стоит нам сделать... Что это у нас такое? Церковь. Наша первая церковь. Слушай, а почему бы и нет? Давай попробуем её тогда сделать. Вот, собственно говоря... Сейчас мы повернём только её. Так. Пускай она, наверное, стоит у нас где-то тут. Такое милое вполне место получается. Таверна у нас тут будет ещё какая-нибудь. Или что-то в этом духе. Так. Отлично. Направим туда тогда нашего лидера. И тем временем, как видишь, у нас такой вот получился чумной город. С теплицами, с какими-то непонятными туалетами и с крематориями, которые работают на полную мощность. Правда, тут один крематорий. Что-то мне подсказывает, что нам нужен ещё один. Давай поставим... Так. Погоди-ка. Мы можем принять новый закон. И, наверное, это у нас будет... Пожалуй, пожалуй, каннибализм. Каннибализм — это не очень хорошо, поэтому давай, наверное, это как-то наказывать. И, пожалуй, с каннибалами надо быть построже. Так что давай их просто вешать. Всё-таки ганнибал — это довольно странно. Ну, как по мне, поддерживать такую диету будет нам крайне сложно. Хотя трупов, знаешь ли, у нас довольно много. Ну, ладно. Так. Что у нас тут есть? Крематорий, крематорий, крематорий. Вот он. Давай тогда сделаем ещё один крематорий, который у нас будет в этой стороне. Так. Как раз-таки можно его построить вот на этом отшибе. Ну, и я думаю, они вполне смогут там справляться у нас сами. Так. А мы тем временем можем построить церковь. Погоди-ка. Так. Автоматически назначай туда рабочих. Ну, и, собственно говоря, давай тогда отмотаем время. Хотя нет. Пускай у нас время не будет отматываться. Или пускай, наверное, у нас будет пока что всегда утро. Посмотрим, вырастет ли количество трупов от того, что у нас постоянный день. Но всё же. Так. Домик. Конечно же, ещё один дом нам нужен. И пока что, как видишь, у нас получается сделать своё небольшое поселение со своими суровыми законами. Но всё же так же нам, наверное, удаётся пока выживать. Угу. Ну, в общем, нам нужен какой-то театр для наших жителей. Потому что им пока, видимо, заняться нечем. Так что давай их попробуем как-то развлечь. Так, таверна. А, это ещё что? Так, это я пока построить не могу. Это, пожалуй, тоже. Артворк. Статуя. А что за газебу? А-а-а. Смотри, какая милая постройка. Пускай, наверное, где-то тут радуют наши глаза. Где-нибудь, где-нибудь, пожалуй, вот здесь. Так, помоги тогда это построить. И пойдём тогда добывать ресурсы. Пока что у нас, я бы сказал, дела обстоят очень даже неплохо. Так, 90, 100. Смотри. Очень даже неплохо, как по мне. Пускай он тогда идёт добывать ресурсы поблизости. А мы тем временем можем... Так, а, нет, не хватает ресурсов. Ладно, может быть, он добудет что-то нам. Сейчас посмотрим. Так. Вот у нас пока лидер бежит к нашему фонарю. Сейчас посмотрим, что там вообще у нас будет. Ах ты, ёлки-палки. Закончились ресурсы. Это значит, что нам нужно отправиться тогда в какое-то другое место. Давай попробуем сюда сходить. Напротив. И тем временем, как видишь, мы уже вроде как вполне успеваем убирать трупы. То есть их не так много уже. Так. Дома, теплицы. Слушай, очень даже неплохо. И, кстати, что самое интересное, можно сделать так, чтобы у нас было 400 поселенцев. А это очень даже много. 400 поселенцев, на которые мы можем смотреть, как-то любоваться. Так. Инвентарь у нас заполнен, так что пускай она все это попробует отнести. Так, он бежит. Я его пока что не вижу. Давай посмотрим. Вот. Да. Как раз таки направляется. Сейчас тогда он отнесет, и мы посмотрим, что у него там вообще будет. Отлично. Постой. И теперь мы можем что-то построить, да? Да. Пускай это тогда будет... Ммм... Так, отлично. И давай ты поможешь с его постройкой. Как я понял, на нас также будут нападать какие-то рейдеры иногда. И в целом нам придется поставить какие-то гарнизоны. Ну и пока что судебная система у нас вроде вполне себе работает. Я, конечно, не вижу здесь тех, кто идет под наказание. Ну, там, их как-то вешают или еще что-то. Но вообще тут есть такая механика, что они хватают каких-то жителей, относят их в эту тюрьму, и затем уже их как-то наказывают. А на этом, пожалуй, будем заканчивать. Не забывайте оставлять комментарии и писать, что вам хотелось бы видеть чаще на канале. И да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких.